Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 августа и у всех идет во всю заготовка, консервация наших урожаев, то что мы вырастили. Я очень давно обещала рассказать, как я делаю десертные помидоры ломтиками. Этот рецепт будет у нас главным героем сегодня. Но и также я хочу несколько слов сказать для тех, кто занимается консервацией заготовкой томатов, огурцов. Нынче в первый раз хочу немножко их сориентировать. Вот я занимаюсь, конечно, этим очень давно. У меня есть большая такая книга, можно сказать, старинная. 30 лет, около 30 лет я пользуюсь рецептами именно нашими, русскими. Но не старинными, а вот с советских времен. Конечно, я использую и новые, вот рецепты на без сейчас современные. Но все чаще и чаще я возвращаюсь вот к этой книге. Именно отсюда когда-то, около 30 лет назад, я узнала, что... Когда была тоже молодой, начинала только... Я узнала, что консервация бывает разная. Я хочу сказать сейчас вот для новеньких, что есть... Вот, например, хотите вы законсервировать томаты, и вы должны знать, что они могут быть. Вот видите здесь. И в собственном соку, и десертные, и пикантные, и просто соленые. Так что вот вся вот эта наша солонина, как мы ее называем, ну, как в народе солонина. Вы должны попробовать все рецепты, и вам какой-то обязательно больше понравится. Вот есть классические рецепты, где половина соли, половина сахара. Это вот такая классическая консервация. Можно солить таким способом, можно мариновать. Есть в сторону соленого, где больше соли. Кто-то любит вот солененькое. К огурцам это идеально подходит. Но томаты, которые сами по себе, они... Как сказать? У них больше сахара. Их вот этот вот соленый рецепт, когда много соли, вот эту сладость убивает. И вот эти томаты, которые желтые, оранжевые, они, которые по природе очень-очень сладкие, им-то больше подходят десертные рецепты, вот именно про которые мы будем говорить. Я им пользуюсь уже много-много лет. Я сейчас рецепт вам покажу. Но я его немножко доработала, изменила, покажу в своей тетради. Вот под номером 9 десертные томаты. Ну, тут все написано, в литровую банку влить. Кому надо будет, остановят видео на этой минуте. И потом посмотрят. Я не буду все читать. Главное, что хочу обратить внимание, видите, что здесь всего 1 чайная ложка соли и 3 чайных ложки сахара. То есть, они будут более сладкие, чем соленые. И еще, тут добавлено... Это не просто как засолка солонина, а это идет как отдельное десертное блюдо. Тут добавлено еще лук и растительное масло. То есть, это уже готовая закуска. Вы зимой, когда откроете банку, вот так вот вытряхните в этот, ну, в салатник или в любую там посуду. И на любой праздник это готовая закуска. Это не просто соленые помидоры какие-то консервированные, а это вот именно десертные помидоры. Это такая закуска. Ну, вот здесь маринад указан, по-моему, на одну банку. У меня своя тетрадь, по которой я делаю эти... Вот в то время, когда я купила эту книгу лет 30 назад, не было же у нас ни... Короче, ни интернетов, ничего. И все помидоры... Ой, все рецепты помидоров и всего мы записывали в тетрадочки. Вот такие, кто был... Такие хозяюшки, которые любили готовить. Сейчас я найду. Дело в том, что там... Сейчас, подождите минутку. Ох-х-х-х, надо было заранее приготовить. А, вот десертные. Вот видите, я внесла небольшое изменение. Там написано просто на одну баночку и сложно... И не указано даже, какое количество воды. Но так как я много раз уже все это испытывала, пробовала, то я высчитала, что на 1 литр воды мы берем 2 чайные ложки соли. Так проще считать объем воды. Сейчас расскажу, почему. 6 чайных ложек сахара. Вот так же кладем лавровый лист. Все так же. Просто тут уксус в первоначальном рецепте 6% но продается у нас больше всего эссенция. Я вот пересчитала на уксусную эссенцию. Именно на литр воды 1 чайную ложечку вот этой уксусной эссенции. Не все умеют рассчитывать. Но кто хочет посчитать, почти на каждом бутыльке есть таблица расчета как уксус из 6% ой, из 70% там сколько же он. Вот короче, вот на бутыльках вот здесь еле заметная есть табличка, которую вы можете пересчитать. Вот она 70% а нам надо 6%. Вот тут частями мера на меру указана таблица. Но чтобы не мучиться, не каждый может это осилить, вот из молодых девчонок, я сразу говорю, что 1 чайная ложка уксуса на литр воды. И еще в первоначальном рецепте указан желатин. Я один раз попробовала, потом не стала делать, потому что вкус ничем не меняется. Но можете попробовать и с желатином, и без желатина. С желатином, конечно, это вообще полноценное уже такое блюдо. Я делаю всегда без желатина, потому что делаю в больших количествах. Когда я нашла этот рецепт, желатин был в дефиците, негде было его взять. И я начала как без желатина делать, так и делаю без желатина. И вот почему я рассчитала именно на 1 литр воды. Потому что, знаете, может меняться количество воды от закладки. Вот там дан рецепт на одну банку. Я вам сейчас покажу. Но банка может быть уложены. Томаты вот так. И тут, видите, большие пространства. Сюда воды войдет больше. Значит, будет более насыщенный раствор. И более насыщенного вкуса будут. Им достанется больше соли, больше сахара. Но если вы, например, уложите томаты еще с маленькими, и все это пространство займется, тут будет меньше воды, совсем мало, меньше сахара. Ну вот, что я хочу сказать. Вот то, что я хотела объяснить. Вы, когда укладываете, не надо резать очень мелко помидоры. И не надо стараться их уплотнить. Иначе не останется места вот для этого раствора, для этого сахара, соли. Вы понимаете, что если вот вы чуть-чуть, как приложите усилия, напихать, конечно, их можно сюда хоть сколько, но тогда не будет совсем здесь раствора. У меня я режу так. Вот, большую помидору разрезаю пополам. И наполовину все. Вот четыре таких дольки. И в такую банку входит два томата. Вот здесь всего две помидорки. А еще про эти баночки, которые я вам сейчас показала, хотела сказать, специально вам поставила. Можно таким рецептом консервировать не только большие дольками, но и вот такие мелкие, мелкоплодные. Потому что, я уже говорила, что вот эти вот томаты оранжевые или вот такие, как здесь, биноккио, они очень-очень сладкие. И если делать засолку классическим способом, то вот этот вкус, сладость, соль, она немного перебивает. Мы же как летом, почему мы восхищаемся, наслаждаемся этим вкусом, потому что они очень сладкие. И для того, чтобы вот эту сладость сохранить зимой, чтобы они были такими же вкусными, сладкими, то лучше, конечно, вот такие сорта с большим содержанием сахара консервировать десертными составами. именно с большим содержанием сахара, с меньшим содержанием соли. Ну, а остальное все, вот как в рецепте, укладываем лавровый лист, укладываем там все, что написано там, что у нас горошки, черного перца, гвоздику, корицу хотите добавляете, хотите нет, я люблю с корицей, муж у меня не хочет, где пахнет корица, он вообще не ест. Так что это вы определитесь сами, уже можно сделать так и так. Так, укладываете дольки помидор, не очень плотно, вот две таких средних сюда входят, сверху кладете вот такой ломтик лука, все. Единственное, что вот если вы дольками будете делать, то обязательно стерилизация. Стерилизовать, как вот здесь написано, так, стерилизовать 5-10 минут. Но, если вы хотите обойтись без стерилизации, я читала и такой рецепт, то можно сделать или целыми, цельноплодные, или разрезать половинки, но не крупные вот такие мясистые, а вот такие маленькие, и желательно не переспелые, чтобы они были тугие, потому что вы будете же сливать, выливать воду, и вот такие вот, которые спелые, такие мясистые, у которых много мякоти, они, конечно, у вас, ну, как сказать, форму свою потеряют, изломаются, а вот такие, если маленькие томатики, вы также дольками нарежете, также уложите, но не очень плотно, чтобы они, было место для воды. Тогда можно уже сделать этот же способ десертный, только не стерилизовать, а два раза, так же, как двойная заливка, так же, как с огурцами, все, наверное, знают. Один раз залили, горячее постояло 10-15 минут, слили, вскипятили, еще раз залили. Там уже говорится, что можно перед последний залив, вот, перед вторым кипячением, добавлять уксус и растительное масло, в общую вот эту кастрюльку, и все потом заливать и закатывать. Так я не пробовала, я стерилизую всегда, потому что я дольками вот так делаю. Все, вот я Марине обещала показать этот рецепт, вообще рецептов, конечно, очень много, я вот в течение 30 лет эту тетрадь веду, и вот сейчас очень много, хочу вам рассказать 2 минутки еще, очень много готовлю вот таких вот, например, борщевая заправка, заправка для супа, для рассольника, для щей, для харчо, это очень-очень удобно для тех, кто, ну вот, например, даже в конце сезона остается много мелких томатов, всего вот этой деформированной моркови, вот такой всякой корявой, все это можно на суповые заправки использовать, и потом, также на следующий год, рано весной, вы поехали в сад, уже в это время морковка вся засохнет, все это израстет у нас в подвалах, или закончатся вообще запасы, пожалуйста, берем вот такой, баночку другую, тут, короче, вся заправка для супа, осталось скинуть только 2 картофелины и кусочек мяса, или фарш фрикадельки, 20 минут и суп готов, это удобно тем, кто, многие вот, кто ездит работать, ну не дома работают, например, или дети учатся, я знаю, что отправляют вот такие банки родители, даже детям, одна женщина писала, он банку этой, тушенки покупает, раз в кастрюлю, 2 картофелины и борщевую заправку, все, на 2 дня еда готова, это очень удобно, если у меня будет время, потом я расскажу, рецептов таких очень-очень много, всяких, и рассольники со свежими огурцами, особенно хорошо использовать, вот на эти заготовки, старые огурцы, которые сейчас переросшие, положить их в 3-х литровую банку, 3 столовых ложки соли, постоят неделю, они готовы, и потом вытаскиваем их, шинкуем и на рассольники, рассольники, из-за чего молодые люди, особенно девушки, не любят это варить, долго варится перловка, долго варится перловка, это надо варить очень долго, здесь оно все готово, хотите рассольник, кинул кусочек мяса, 2 картофелины, и вот эту банку, все, рассольник готов, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это о огородной кулинарии, потому что мало вырастить урожай, нужно еще быстро-быстро, и качественно все заготовить, чтобы было все красиво, вкусно, полезно, все мы это сделаем, будет время, постараюсь вам рассказать, особенно молодым хозяйкам, потому что сейчас рецепты много-много разных в интернете, всяких разных, все не испробуешь, а я вот уже все-все их испробовала, на 100 рядов, знаю, какие вкусные, какие невкусные, какие вообще не стоит делать, и люблю делать заготовки с томатов, почему, потому что обычно огурцы у многих взрываются, портятся, а вы должны знать, что томаты взрываются и портятся очень редко, у них достаточно своей кислоты, их можно делать вообще с меньшим содержанием уксуса, особенно вот эти вот все заправки, борщевые вот эти, я никогда ни уксус, ничего не добавляю, это натуральные все продукты, без консервантов, без всяких, потому что в томатах есть свой натуральный консервант, вот эта кислота, которая в ней содержится, она прекрасно сохраняет вот эти все заготовки, зимой откроешь, такой же запах, такой же вкус и аромат, как 3 месяца назад, вот когда я их закатывала, например, на Новый год, после Нового года, и у меня даже остается на второй год иногда, все, до свидания.